Девушки отдыхают Описывая эти удивительные события, Библия никогда не прибегает к слову «чудо». Все чудеса в Библии предстают как истории, но действительно ли они имели место? И могут ли они иметь научные объяснения? Казнь первая. Нил, превращающийся в кровь. Это была не кровь. Нил стал красным. А красный цвет – знак присутствия красных водорослей, содержащих бактерии сибирской язвы. Почему Моисей, возможно, самый великий чудотворец в Библии, был наказан Богом за то, что извлек воду из камня? Разве не является чудо неотъемлемой и прекрасной частью Библии? Почему магия находится под запретом? И в чем отличие магии от чуда? Почему время чудес подошло к концу? Почему Бог больше не делает свое присутствие ощутимым с помощью прямого вмешательства? А может, делает? Это лишь немногие из тайн Библии. Тайные субтитры Магия и чудеса Ветхого Завета Часть первая Отпусти мой народ Более трех тысяч лет тому назад народ Израиля страдал под египетским игом. Они были рабами тирана-фараона. Когда положение евреев стало и вовсе невыносимым, они взмолились о помощи и были услышаны Господом. Он освободит их с помощью знамений и чудес. Для того, чтобы вывести евреев из Египта, он выбирает Моисея, сказав ему об этом искажущегося горящим куста, который, однако, чудодейственным образом остается нетронутым пламенем. Вскоре после этого Господь велит Моисею и его брату Аарону пойти к могущественному фараону с требованием свободы для избранного народа. Но примет ли их фараон? Если фараон скажет вам «Сделайте чудо», то ты скажи Аарону «Возьми жезл твой и брось перед фараоном, он сделается змеёю». Исход, глава 7, стих 9. Аарон совершает это чудесное превращение, но фараон исполнен презрением. И у чародеи с лёгкостью делают то же самое. Байрон Кёртис, профессор теологии. Причина, по которой египтянам это удалось, состоит в том, что у чародея была змея, которую он умел гипнотизировать. И в этом гипнотическом состоянии змея прямая, негнущаяся. Но стоит ему коснуться её хвоста, как змея вновь становится гибкой. Она просыпается и начинает двигаться. Но то, что происходит потом, приводит фараона в изумление. Это то, чего его волхвы не могут ни повторить, ни объяснить. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями. Но жезл Ааронов поглотил их жезлы. Исход, глава 7, стих 12. Змея израильтян, проглотившая змей египтян, несомненное чудо. И предостережение, которому фараону следовало бы внять. Но он этого не делает. Евреи остаются рабами Египта. Тогда Господь демонстрирует Своё могущество с помощью чуда, которое становится для египтян настоящим бедствием. А он приказывает Моисею коснуться Нила своим же злом. Мгновенно вода матери всех рек, кормилицы египетской цивилизации, превращается в кровь. Несмотря на это ужасающее зрелище, фараон по-прежнему отказывается освободить израильтян. Бог наносит новый удар. Египет подвергается нашествию жаб. Сердце фараона не смягчилось и на этот раз. И тогда Господь насылает одно бедствие за другим, чтобы опустошить Египет. Тучи саранчи истребляют урожай. Невиданные бури заставляют людей не смыкать глаз. Поголовный мор настигает мелкий и крупный скот. Да и сами люди страдают и умирают от покрывших тело незаживающих язв. Наконец, в разгар дня воцаряется полная тьма. Все эти напасти Господь направляет не только против фараона, но и против богов египтян, включая Осириса, бога Нила, и верховное божество – Ра, бога Солнца. Теперь десятая, последняя казнь египетская настигает наместника Бога на земле – самого фараона. Он считается божественным, равно как и его первенец, наследник трона. Сын фараона умирает, как и первенец в каждой египетской семье. Действительно ли имели место казни египетские? Или это просто нечто выдуманное спустя много лет? Я Ирзакович, декан гуманитарных факультетов и Иерусалимский университет. В Библии очень интересно самое главное чудо, поскольку чудо – это способ убедить людей, убедить народ Израиля в том, что Бог действует, что Бог не безразличен к ним. Современные исследователи полагают, что все эти напасти вполне могли иметь место, включая сибирскую язву, характерную для болотистых районов. Казнь первая – нил, превращающийся в кровь. Это была не кровь. Нил стал красным, а красный цвет – знак присутствия красных водорослей, содержащих в себе бактерии сибирской язвы. Первое, что делают эти бактерии – они убивают рыбу. Многие знают, что лягушки откладывают десятки тысяч икринок. И уже нет хищников, которые поглотят это огромное количество лягушащих икринок. И в результате лягушки действительно становятся той самой напастью, о которой говорится в Библии. Они уничтожают запасы еды. Они повсюду. Другая беда, сказывающаяся на экосистеме – мухи и другие насекомые, которые поглощают тела мертвых животных. Скот, доставшийся насекомым, судя по всему, стал жертвой сибирской язвы. Сибирская язва характеризуется появлением нарывов на коже, инфекционных нарывов, и поражением легких. И в конце концов, эта болезнь от животных передалась людям в начальной стадии в виде нарывов. В результате погибло огромное число египтян. Но если казни египетские были следствием естественных причин, как объяснить одну особенно значимую деталь? Кеннет Китчен, профессор египтологии, Ливерпульский университет. Одна вещь, заставляющая меня серьезно задуматься – это смерть первенцев. Все другие казни следуют чередою. Тут есть какая-то логика, но смерть первенцев наводит меня только на одну мысль. Это было чудо. Какая болезнь могла поразить одновременно всех первенцев, будь то мальчика или девочка? После смерти сына, сраженный горем фараон, наконец, сдается. Теперь люди Израиля свободны. Они могут отправиться в сторону земли, обещанной им Господом. Для многих ученых, пусть даже смерть первенцев получит когда-нибудь научное объяснение, в том, что казни египетские свершились в определенный исторический момент, присутствует элемент чуда. Дэвид Волк и старший раввин Синайского храма в Лос-Анджелес есть попытки объяснить казни египетские неким случайным совпадением, но мы ясно ощущаем присутствие Господа в этой удивительной последовательности событий, которые освободили беззащитных людей из-под гнета самого могущественного правителя на свете. Часть 2. Удивительные путешествия Когда израильтяне, освобожденные фараоном, начинают трудное путешествие в землю обетованную, их сопровождают чудесные знамения Господа. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном показываем путь, а ночью в столпе огненном светяем, дабы идти им и днем, и ночью. Исход, глава 13, стих 21. Внезапно они становятся свободными. Над ними нет властителя, они в пустынной местности. И вы должны показать им, что есть кто-то, ведущий их. Их ведет Господь. Столб огненный и столб облачный символы присутствия Господа. Но теперь народу Израиля угрожает серьезная опасность, ибо горе фараона сменилось яростью. Он приказывает своей армии с шестьюстами колесницами отправиться вслед за спасающимися бегством рабами. Израильтяне оказываются в ловушке. Им преградило путь море. И сказал Господь Моисею, «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Исход, глава 14, стих 15. Чудесным образом воды раступились, и сыны Израилевы, и лидия моря, оказались в безопасности. Но преследующие их египтяне все еще неподалеку. И Господь снова велит Моисею поднять свой жезл, и теперь море возвращается обратно. Египтяне гибнут. Возможно, ни одна библейская история не подвергалась такому тщательному анализу и не вызывала столько споров. В 1985 году чудо Красного моря по-прежнему фигурирует на первых страницах газет. По сей день, то, что случилось в Красном море, является главной темой для египтолога доктора Ганса Гедеке. Бывший председатель ученого совета по Ближнему Востоку в университете Джона Хопкинса, он вот уже 30 лет занимается сбором научных сведений, которые, на его взгляд, доказывают, что это чудо имеет под собой реальную основу. Ганс Гедеке. Я бы сказал, что Библия отражает исторические события, по-своему их трансформируя, но сохраняя историческое ядро. И моя задача, как историка, вычленить это ядро. Доктор Гедеке считает, что огненные и облачные столпы, которые вели израильтян, поднимались из вулкана на Средиземноморском острове Тера. Примерно в 290 милях. Современные вулканологи высчитали, что этот вулкан мог извергать в небо столб из огня и дыма высотой более 50 миль. При такой высоте облачные и огненные столпы из Библии вполне могли быть видны находившимся в Египте израильтянам. Этот же вулкан, по мнению доктора Гедеке, мог стать причиной разделения вод. Не в Красном море, как принято считать, а в мелководном озере под названием Тростниковое море. Некоторые утверждения доктора Гедеке вызывают споры, но все ученые согласны с ним в отношении Тростникового моря. Воды, преградившие путь израильтянам, не Красное море, как подразумевается в Библии, а Тростниковое море. Тростниковое море считается одним из мелководных озер, находящихся в 175 милях к северо-западу от Красного моря. Спасающиеся бегством израильтяне, возможно, рассчитывали просто обойти его, пока не поняли, что их преследует египетская армия. Пытаясь хоть немного себя обезопасить, израильтяне, как считает доктор Гедеке, расположились на относительно высоком месте. Египтяне, приготовившиеся к нападению, находились ниже. Потом отдаленный вулкан, уже некоторое время дымившийся, взорвался. По оценкам вулканологов, в небо взлетели 16 кубических миль смертоносной массы, состоящей из земли, породы и лавы. Ее падение привело к образованию гигантской приливной волны. Волны, которая, по мнению ученых, обрушилась на побережье и накрыла дельту Нила. Менее чем за час волна преодолела расстояние почти в 300 миль. Она достигла Египта как раз в том месте, где, как считает Гедеке, находилась армия фараона. Египтяне бежали навстречу воде, и потопил Господь египтян среди моря. Вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, не осталось ни одного из них. Исход, глава 14, стих 27. Поскольку израильтяне по-прежнему находились на высоком месте, они не пострадали. Теперь они могут продолжить путешествие в страну обетованную. История исхода была написана лишь через тысячу лет после свершившегося. Доктор Гедеке считает, что за 10 веков, пока эта история рассказывалась и пересказывалась, гигантская волна воды, которая смыла армию фараона и потом пошла на убыль, превратилась в раступившиеся воды, как сказано в Библии. Некоторые специалисты говорят, что дата извержения вулкана не совпадает с общепринятым временем исхода. И все же, какова бы ни была причина, сама своевременность спада и возврата ввод делает случившееся чудом. Прямым вмешательством Бога в судьбу избранного народа. Великий исход, начавшийся с чудо и закончится чудом, которое будет иметь трагические последствия для самого чудотворца Моисея. Еще в начале путешествия, оказавшись в пустыне, израильтяне начинают испытывать острую нехватку воды. По внушению свыше Моисею ударяет в скалу своим посохом и оттуда начинает литься вода. Спустя почти 40 лет, когда исход приближается к концу, израильтяне вновь оказываются без воды. На этот раз Господь велел Моисею не ударить в скалу, а заговорить с ней. Возможно, охваченный нетерпением, Моисей поступает вопреки велению Господа и вместо того, чтобы заговориться с скалой, ударяет в нее. Снова появляется вода, люди спасены. Но за этот, вроде бы, незначительный проступок Моисей понесет суровое наказание. За то, что ты не поверил мне, чтобы явить святость Мою перед очами сынов Израилевых, не введешь ты народ сей в землю, которую я даю ему. Числа, глава 20, стих 12. Моисею дано лишь увидеть очертания земли обетованной. Но ступить на нее ему так и не удастся. Эта история содержит властное предостережение для человечества. Когда Моисей ударяет в скалу вместо того, чтобы заговорить с ней, в этом отчетливо видна его попытка представить себя в роли чудотворца. Бог воспринимает это как прямое оскорбление, как посягательство на его святость, на его приоритет, как давителя чудес. То есть Моисей переступил грань, отделяющий чудотворца от мага. Бог этого не позволяет. Чудо есть деяние Божье. Чудо есть выражение справедливости Господа. Вы видите, как акцент смещается от Господа к человеку, когда мы движемся от чуда к магии. Часть третья. Волшебница Аэндора Аэндора В Библии, которая полна правил и законов для народа Израилева, отсутствует четкий запрет на использование магии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожая, чародей, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Второзаконие, глава 18, стих 10. В Библии магия не есть нечто равноценное. Ничто не может равняться силой Господа. Но это опасный соперник. Согласно древним текстам, это своего рода ловушка. Это можно охарактеризовать как суеверие. Люди тяготеют к магии, если гибнет урожай, если что-то неладно дома. То есть иногда проще иметь дело с магией, чем с официальным Богом. Первый правитель Израиля, царь Саул, беспощаден по отношению к тем, кто прибегает к магическим силам. Но, как ни странно, сам Саул будет разыскивать странную личность, известную как волшебница Аэндора. Одно из самых загадочных мест в Библии волшебница Аэндора. Что именно происходит в этой главе? Очень трудно понять. Эта странная темная история сопряжена с войной. Вновь на карту ставится судьба народа Израилева. На этот раз враги филистимлине. Огромное войско филистимлине расположилось в местечке Шуном, в 60 милях от сегодняшнего Иерусалима. Они намерены разгромить армию Израиль-Тиан в битве, которая почти наверняка состоится на следующий день. И увидел Саул стан филистимский и испугался и крепко дрогнуло сердце его. Первая книга царств, глава 28, стих 5. Саул обращается к Богу, но не получает ответа. Ни знамени, ни слова. Есть немало версий того, почему Саул лишился расположения Господа. Но, на мой взгляд, все заключено в словах, сказанных ему Самуилом, что он стал мал в его глазах. Он перестал вести себя как царь. Он мелочен, тщеславен и мстителен. Разделенный Саул бросает вызов Богу и делает то, что запрещено для него самого и его народа. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». Первая книга царств, глава 28, стих 7. Это классическое поведение в духе Саула. Он никогда в полной мере не повиновался Господу, он всегда делал все немного по-своему, и это кульминация его двуличия. Он пытается выполнить волю Господа, но с помощью ведьмы. Классический пример непослушания Саула. Здесь, недалеко от нынешнего города Хайфа, по мнению археологов, когда-то находилась деревня Аэндор. Место, славившееся тем, что в нем обитала загадочная ведьма. Считается, что жила она в мрачной пещере в этом скалистом склоне. Переодевшись тайком, царь Саул пробирается в Аэндор. Он просит ведьму вызвать из царства мертвых пророка Самуила. Возможно, потому что эта практика находится под запретом, Библиония описывает, как колдунья вызывает Самуила. Но внезапно его призрак появляется. Охваченный благоговейным ужасом, Саул склоняется перед духом. потом спрашивает, что он должен сделать, чтобы спасти себя и свой народ. Самуил отвечает, произнеся свое последнее и страшное пророчество. «И предаст Господь Израиль вместе с тобой в руки филистимлян, завтра ты, сыны твои, будете со мною». Первая книга царств, глава 28, стих 19. Менее чем через 24 часа на поле битвы у Шунума, когда-то великий царь Саул, которого сам Господь избрал первым правителем израильтян, лежит мертвым, пронзенный своим же мечом, как предсказал дух Самуила. Возникает вопрос, если царь знал, что будет убито, битва проиграна, почему Саул не отступил, чтобы встретиться в бою в другой раз. С одной стороны, Саул сделал ошибку, страшную ошибку, и он умер. Но с другой стороны, Библия хочет, чтобы вы полюбили Саула, чтобы вы даже отнеслись к нему с обожанием. Он сделал ошибку, и все же он царь, и он знает, как принять смерть, как встретить смерть, и он делает это с чувством собственного достоинства. На протяжении тысяч лет волшебница Айн Дора интриговала читателей Библии. Была ли она обманщицей, или эта ведьма была настоящим медиумом? Была ли она вообще человеком? Существует много различных теорий. Согласно одной из них, она демон. Согласно другой, она просто обманщица, мошенница. Но есть мнение, что это она своей силой вызвала Самуила. Некоторые считают, что Бог использовал ведьму в своих целях, и что явление Самуила в сущности чудо. История с ведьмой Айн Дора магическая и чудесная одновременно. Магическая, потому что Саул обращается к медиуму, чудесная, потому что Господь, так сказать, закрывает глаза на проступах Саула и позволяет Самуилу как бы из могилы произнести свое последнее пророчество. Как не относиться к этой истории, остается фактом то, что мы не знаем о ведьме почти ничего. Она появляется в Библии только раз, ей уделено меньше страницы. И потом она исчезает, чтобы больше не быть упомянутой ни разу. Возможно, сама неясность ключ к пониманию ее истории. На мой взгляд, то, что в Библии есть только одна история подобного рода, говорит о том, что Библия не хочет тратить много времени на рассказы о махинациях, шарлатанстве, обманах, связанных с магией. Библия как бы хочет сказать, посмотрите, вот человек, который, впав в отчаяние, обратился к магии, и она ему не помогла. Держитесь от нее подальше. Волшебница Айендора всегда будет олицетворять грань между светом и тьмой, между чудом и магией. грань, которую не следует пересекать. Часть четвертая. Чудо против магии. Несмотря на запрет Библии, ритуалов и заклинаний, в годы вслед за смертью Саула израильтяне настойчиво прибегают к магии. Почти всегда эта магия ассоциируется с поклонением многочисленным языческим богам, а не одному истинному богу Израиля, богу Авраама и Моисея. Потом, примерно через 200 лет после Саула, появляется новый пророк, которому суждено нанести смертельный удар по языческим богам. Его зовут Илья. На древнееврейском Илья означает «Господь мой Бог». Уникальная роль Илья отчасти объясняется тем, что он не имеет явной связи с теми, кто ему предшествовали. Большинство тех, о ком идет речь в Библии, снабжены отчеством, то есть именем их отца. Такое-то, такое-то, такое-то. У Ильи нет ничего подобного. Рассказ о былих Библии изобилит красочными эпизодами. Подчас весьма драматическими. Да, он как бы без рода, без племени, но при этом пламенный пророк. С самого начала Илья предстает как Божий избранник, через которого он творит чудеса. В местечке под названием Зерафа он навещает вдову и ее сына. Они голодают. Но Илья просит еды. Именно это Господь велел ему сделать. Вдова, хоть и пугливо, нерешительно отдает ему то малое, что у нее есть, получив в награду чудо нескончаемого изобилия. И кормилась она, и он, и дом ее долгое время. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, который он изрек через Илью. Третья книга царств, глава 17, стих 15. Вскоре Господь творит через Илью еще большее чудо. Сын вдовы серьезно заболевает. Настолько серьезно, что, кажется, жизнь покинула его. Илья бережно берет мальчика из рук матери, кладет его на кровать. И, простершись над отроком трижды, он воззвал Господу и сказал, «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Ильи, и возвратилась душа отрока сего в него. И сказала та женщина Ильи, «Теперь-то я узнал, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Третья книга царств, глава 17, стих 21. История этого чуда – преддверие грядущей миссии Ильи, поистине библейских масштабов. Илья возродит веру народа. Он появился в критический период в истории Израиля, поскольку сейчас Израилем правят царь Ахав и царица Иезавель. Эта могущественная женщина поклоняется языческому богу Ваал и хочет утвердить его культ в народе. Монотеизм поклонения одному богу находится под угрозой. Монотеизм – это то, с чем мы живем, и то, чему нас учат с рождения, то есть верить в одного единственного бога. Но людям, жившим в древности, было известно много богов. Мы знаем, о Ваале, о многих других богах. И народ Израиля был знаком с этими традициями. И монотеистическая теория – это революционная идея. И ее нужно доказывать снова и снова. «Илия» призвал царя Ахава собрать израильтяну горы Хармал, чтобы они стали свидетелями удивительного поединка между магией и чудесами, между Ваалом и одним истинным богом. С одной стороны стоят 450 пророков Ваала, напротив один человек, пророк Господа Илья. Толпа в молчании ждет, когда на двух алтарях свершится жертвоприношение тельцов. Пророки Ваала взывают к своему богу, чтобы он зажег их алтарь. Не один час пророки Ваала молятся и танцуют, но их алтарь остается незажженным и холодным. И Илья не может удержаться от извительных реплик. Кричите громким голосом, ибо он бог. Может быть он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть и спит, так что он проснется. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению копьями и ножами, так что кровь лилась по ним. Третья книга царств, глава 18, стих 27. Илья приказывает облить свой алтарь водой из кувшина. Потом он обращается к Господу Авраамов, Исааков и Израилев с просьбой зажечь алтарь. И не спал огонь Господень и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах. Увидев это, весь народ пал на лице Свое и сказал, Господь есть Бог. Господь есть Бог. Третья книга царств, глава 18, стих 38. Это один из самых удивительных эпизодов Библии. Свершилось великое чудо. Пророки Ваала разгромлены. Израильтяне, вместо того, чтобы сказать, какое потрясающее чудо, говорят, Господь есть Бог. Иными словами, чудо заставило их не восхищаться чудом, а привело их к вере в Господа. Этот эпизод имеет кровавый конец. По приказу Илии, пророков Ваала хватают, чтобы Илия лично мог убить каждого из них. Жена Ахава Изерес вне себя от бешенства. Она клянется, что через 24 часа Илия будет лежать мертвым. Илия вынужден бежать в пустыню. И здесь Господь направляет Илию к его будущему преемнику. Вскоре после того, как Илия выполняет этот приказ, появляется огненная колесница, которая уносит Илию на небеса. Многие читатели Библии считают, что это вознесение не означает смерть Илии, и что это преддверие иного, еще более великого чуда, которого мир все еще ждет. Причина, по которой Илия в Библии не умирает, состоит в том, что согласно еврейской традиции, именно Илия вернется, чтобы объявить о новом мессии. Таким образом, история Илии содействует тому, что век пророков и время чудес продолжают жить и сегодня. напоминание о Божественном всегда с нами. Многие склонны верить, что Илия не только не умер, но он здесь среди нас и был среди нас на протяжении тысяч лет. Человек, с которым вы общаетесь, ваш сосед, коллега, чей рабочий стол рядом с вашим, прохожий, который не дает вам идти на красный свет, все эти люди могут быть Илией, готовы помочь вам и напомнить о мессии, который может появиться в любой момент. Для многих Библия, которая полна знамений и чудес, сама по себе чудо. Знаете, что для меня величайшая тайна, величайшее чудо? Библейская литература. Литература, которая была создана три тысячи лет назад. И тем не менее, она намного лучше, намного умнее и художественнее, чем любое другое литературное творение. Самое чудесное в этом мост, который был дан нам между небесами и землями. Мы сами в своей борьбе за Бога помогали создавать этот мост. И он спустя тысячи лет продолжает делать свое дело, как средство, с помощью которого люди и Господь могут общаться друг с другом, могут понимать друг друга. И все же нигде в этой чудесной книге чудес древнееврейской Библии вы не найдете слово чудо. В библейской литературе нет слова со значением чудо. слово «нес», которое мы стали использовать потом, не появляется в Библии в этом значении. Многие считают, что все дело в том, что Бог правит всей природой и во все времена. Все необычное и обычное его деяние. Он сотворил этот мир и он есть истинный Господь. Я думаю, что величайшее чудо заключено в самом начале Библии, в сотворении мира. Это величайшее деяние Господа, это величайшее чудо. Все остальные чудеса это как дополнительные штрихи, нюансы, с помощью которых художник завершает свою картину. Вначале сотворил Бог небо и землю и сказал Бог, да будет свет и стал свет. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды и да отделяет она воду от воды. И сказал Бог, да произрастит земля зелень. пусть земля произведет живые существа всякого рода. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божью сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Бытие глава первая. Есть чудо восходящего солнцем. Есть чудо набегающих на берег волн. Есть чудо звездного неба. Вопрос не в том, чудеса ли это, а в том, пребывают ли эти чудеса с нами каждый день. Наши чувства притупляются, и мы перестаем видеть, что Господь создал для нас всю эту удивительную красоту. Наше время, конечно же, отличается от времен библейских событий. Почему Господь больше не разговаривает с нами или общается с людьми с помощью необычных событий? Почему, спрашивают некоторые, иногда кажется, что Господь как бы прячется от нас? Как сказал великий Равим, Господь не покинул нас, Господь учит нас так, как родители учат ребенка ходить. Сначала вы стоите рядом с ребенком, но когда ребенок становится старше, вы все больше отдаляетесь от него в расчете на то, что ребенок сам пойдет к вам. Я думаю, что Господь стал давать нам все больше и больше пространства. Господь отошел в сторону. Я думаю, Он как бы сказал, теперь вы знаете основные правила, вам пора стать взрослыми, но это нелегко, потому что вы будете меньше ощущать присутствие Господа, но это необходимо, если вы хотите стать чем-то большим, чем дети. Продюсер Батвайзер, композитор Войн Джонсон. Фильм озвучен студией Кипарис по заказу Союз Видео. Союз Видео.